Ну что ж, уважаемые дамы и господа, пришло время узнать немножко о чем-то таком, о чем вы просто так нигде не услышите, нигде, наверное, даже не прочитаете только по одной причине, потому что просто так немногие люди действительно этим интересуются. Но узнав об этом или услышав об этом, у очень многих пробуждается интерес именно вот к вещам такого рода. О чем мы сейчас будем говорить, вам расскажет в своей передаче, неочевидная, но вероятная, ведущая этой передачи Нина Бастет, которая у нас в студии. Нина, добрый день. Добрый день, Анатолий, добрый день, дорогие радиослушатели. Итак, у нас сегодня очень интересная эмоциональная передача. Почему эмоциональная вы узнаете по ходу самой передачи, но пока дайте мне, разрешите мне дать вам номер телефона на случай, если у вас появятся эмоции, достаточно для того, чтобы нам позвонить и их выразить. Номер телефона в студии 847-400-5200. Желательно, желательно к нам звонить с положительными эмоциями. Почему? Потому что, честно, у меня абсолютно нет никакого желания с кем-то ругаться и выслушивать какие-то негативные эмоции, потому что, в конце концов, я не психиатр. И я знаю, что Нина тоже не психиатр. Но, тем не менее, сегодня разговор пойдет об эмоциях, о эмоциональном состоянии, о том, как это работает, зачем это работает и что с этим совсем делать. Итак. Вы знаете, я давно уже не начинала свою программу с вербальных благословлений богиням и богам, но сегодня хочу начать, почему объясню, потому что это очень важно. Сегодня в коридоре затмений, а мы разговариваем об эмоциях, и все планеты сейчас, многие планеты в ретрограде, то есть плохо влияют на эмоции, поэтому я хочу очень сильно помолиться, поблагодарить всех богинь, которые сегодня со мной, особенно мою богиню Бастет, которая через меня сегодня во время передачи будет всем людям посылать благословление, которые нас слушают, ну и всем вообще вокруг, благословление, здоровье, энергию положительную. Именно поэтому я не думаю, что нам кто-то сможет позвонить с негативными эмоциями. Пусть только попробуют. Ну нет, это каждый имеет право, да, это окей. Я не думаю, что будут, потому что зачем же, мы же посылаем любовь, а в ответ на любовь можно только посылать любовь. Абсолютно. И я объясню почему. Значит, передача будет, она об этом и звучит. Что такое эмоции и почему они важны в нашей жизни? Что такое психосоматические заболевания? И мы об этом будем разговаривать, но не только со стороны физического тела, но также со стороны, как всегда, энергетики, высших сил и всего остального, то, чему включает моя передача, как вы знаете. Так как мы начинаем об эмоциях, я хотела бы предупредить людей, что сейчас до 1 августа такое время напряжённое, потому что наверняка многие из нас уже слышали на ютюбах и смотрели. Я не астролог, но я тоже увлекаюсь этими. Я слушаю. Уже прошло солнечное затмение, и сейчас с 16 числа будет лунное затмение. Лунное затмение, солнечное затмение действует на наше сознание, потому что это я, это наше эго, это сознание, то есть оно закрыто. То есть что такое затмение? То есть что-то затменено, закрыто, да? То есть затмение не очень, наше сознание не очень хорошо работало. Сейчас идёт период, который называется коридором затмений до 16 числа, и следующее затмение будет лунное. А лунное затмение происходит в фазу полной луны, и я не знаю, наверняка люди знают, что луна, она подсоединена к эмоциям. Это является, луна является репрезентацией нашей богини, богини-матери, и она связана с эмоциями. А полная луна, это когда очень-очень много эмоций, да, и не всегда они положительные. А вот затмение, это как 10 полных лун. Поэтому людям нужно контролировать свои эмоции. А как это будет делать, я попробую. Я как раз хотела спросить. Вот нужно ли, я даже, наверное, не контролировать, а нужно ли подавлять себе эмоции? Мы об этом поговорим, именно как правильно работать с эмоциями. Это именно то, что я хочу. Это то, чем я занимаюсь в своей практике, чем я занимаюсь уже больше 10 лет самой для себя. И поэтому это то, что я пытаюсь передать людям, поэтому именно об этом мы сегодня и будем разговаривать. Но тем не менее, все равно, так как не все люди работают с эмоциями, не все люди проработаны, просто на сегодняшний момент нужно контролировать свои эмоции. И если, не дай бог, какая-то плохая эмоция вышла, просто возьмите тут же это, заметьте, извинитесь перед самим собой, потому что вам это дало, и перед тем внутренне. Не обязательно говорите тому человеку, на которого там если вас кто-то подрезал, или реакция. То есть почему это важно? Почему вообще? Давайте начнем с духовной точки зрения, почему важно контролировать и иметь чистые эмоции, вроде как бы позитивные эмоции. Потому что нужно понимать о том, что мы уже много раз об этом говорили на передачах, мы все являемся составной частью одного целого. И уже наукой доказано о том, что в мире нет пустоты, во вселенной нет пустоты. Это то, что называется эфиром. И этот эфир передает все, записывает как матрица, то, что мы говорим, матрица, она действительно существует, только не в негативном случае, как на Матриксе, да, в фильме. Она действительно существует. И что она делает? Там записывается каждая наша эмоция. На высших сил, в высших мирах, там вообще нету слов, они же телепатически общаются, поэтому как бы там записываются даже не совсем эмоции, как больше чувства. Я об этом поговорю. И так как мы все очень сильно связаны, и вселенная защищает, потому что во вселенной живем не только мы, живет колоссальное количество других живых сущностей, которых просто мы не видим и не слышим. Вселенная защищается от негатива. И, кстати, помните, мы рассказывали про Кайлас, и одна была из теории о том, что пирамиды были построены как система, как ловит которой негативные мысли. Помните, очень интересная была такая система. Но тем не менее, когда этот негатив посылается во вселенную, оно бумерангом возвращается к тому, кто ее послал. И это может произойти не сразу. То есть это то, что мы можем назвать кармой, да? Но если карма раньше приходила в прошлую жизнь, то сегодня время ускорено. Время вообще, это время не линейное. У нас, мы думаем, что оно линейное, но оно не линейное, но все происходит одновременно. И поэтому люди получают обратку быстро, очень быстро. И именно этим просто для самого человека, который посылает негатив, не контролирует свои мысли, эмоции и все остальное, это опасно. То есть приняв на себя ответственность, что ты отвечаешь за то, что ты несешь в мир. И если ты хочешь измениться, то первое, с чего нужно начать, это с проработки эмоций. Что такое проработки эмоций, я еще расскажу. Я просто не хочу с этого начинать. Но первая ступень, я уверена, что очень многие из нас хотят измениться. И парадигма, которая говорила о том, что люди не меняются, это очень старая парадигма. Сегодняшние все люди знают о том, что мы меняемся постоянно. То есть ты не можешь вступить два раза в одну и ту же реку. И мы знаем о том, что наши клетки меняются, и наши там, я не знаю, сколько, 20-30 дней, и нет ни одной той же самой части нашего тела, она вся новая и перестроенная. И тем не менее, вот эти чувства, эмоции и память остается. Поэтому чем быстрее мы себя поменяем, тем лучше будет наша жизнь. Нужно еще что понять. Ведь мы знаем... Да, но поменяем... Вот в каком смысле поменяем? То есть меняемся со временем... Нет, сознательно, осознанно. Осознанно. И это происходит раз в жизни, или это постоянно? Это постоянный процесс. Постоянный процесс, но самое главное его куда-то начать. Правильно? Самое главное знать, во-первых, как его начать. Знать, что это можно, как это сделать, с чего его начать. И мы об этом сейчас тоже поговорим. Еще что я бы хотела, чтобы наши радиослушатели поняли, это то, что как бы это элементарная вещь. Есть законы, которые мы все знаем. Есть правила дорожного движения, есть законы в каждой стране, в каждой обществе, в каждом доме. Есть законы бизнеса, и мы их изучаем, мы ходим в калыч, мы знаем. Но мы не... И мы знаем, да, такую фразу? Незнание законов не освобождает от ответственности. Правильно? То есть, если ты нарушил закон в какой-то стране, тебя посадят. Но, тем не менее, мы абсолютно не изучаем законы здоровья. И мы понятия не имеем, что влияет на наше здоровье. Когда мы заболели, мы бежим к врачу, и мы об этом опять же говорили много, вместо того, чтобы... И не понимаем о том, что врач может вылечить только... Врач не найдет причину. Симптомы. Только симптомы. То есть облегчить или вылечить, иногда в основном облегчить, и снять симптомы на какое-то время. Но это все вернется. Но для того, чтобы быть здоровым, нужно знать законы здоровья. Одним из законов здоровья, то, что я только что сказала, то, что ты пошлешь, то и вернется. Второе... Второй закон здоровья очень интересный, который, если вы помните, нам всегда говорили о том, что как генетика влияет на нашу жизнь. Вот гены. Все, вот у меня плохие гены. Я вот получила эту черту характера от папы, а эту от мамы, а здесь у меня ноги от папы, а здесь у меня ноги от мамы. И эта болезнь придет от папы, это от мамы, это от бабушки, прабабушки и так далее. То есть гены, да? А есть один очень интересный человек, о котором, может быть, кто-то из нас слышал. Его зовут... Он генетик, Брюс Липтон. И он когда-то ушел из генетики по одной причине. Он был преподавателем, и он знал, что людям преподают, чего учат в генетическом. И где-то в 80-х годах, в годах он путем экспериментов доказал о том, что не все зависит от ген. Вернее, большинство не зависит от ген. Что можно поменять гены путем помещения их в другое окружение, можно сказать так. То есть взяв, например, человека, который, ну если по людям сказать, который вырос в семье алкоголиков, поместив его в нормальную семью, не значит, что у него проявится алкоголизм. Это не значит. Есть очень много. Здесь не так просто, как все это кажется, и я об этом скажу, но тем не менее, одна из составляющих генетика не всегда является такой. А как он это сделал? Очень интересно. У него было много экспериментов, но один из них он вывел породу мышей, которая была уже с нехорошей генетикой. И что он сделал? Он брал этих мышек и отсаживал их, и очень хорошо их кормил. Кстати, он сказал, что гены, то есть в другую среду поместив их, это значит, не только сила мысли, но и питание правильное. Поместив их в правильную среду, в правильное, поменяв их питание, эти мышки были все абсолютно здоровы. и гены им не мешали. Я не знаю, может быть, я неправильно тебя понял, но, например, такая вещь, как голубые глаза. То есть это, ведь это что-то... но есть это. Мы не говорим, что все, все, все. Мы говорим не про негативные черты характера, и мы говорим про болезни, которые сегодня, мы же знаем, там, женщинам отрезают заранее груди на всякий случай, потому что в генетике есть, там, у бабушки или у мамы есть рак груди. Да, 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 вот я про нее и говорю. То есть, ну, это же чушь, извините. То есть, типа, заранее. За что? Заранее. Но самое главное не в это. Здесь, то есть самое главное о том, что человек способен сам изменить свое тело. Я об этом тоже много раз говорила. Наше тело само регенерируется каждые, там, сколько-то дней, да? И... Но что же держит его в больном состоянии, если мы получаем новые клетки? Все новое совершенно в каждой части нашего тела. Что же держит? Держит вот эти вот наши мысли, наше верование, наша вера во что-то. Эти наши мысли. Предубеждения. Предубеждения. И казалось бы, что вот человек способен изменить свое тело путем изменения своих мыслей. То есть, мы не обязаны быть жертвам генетики и умеем свободу, свободу воли, да? То есть, быть здоровыми. Вот свобода воли, быть здоровыми. Но почему же не все так просто? И почему не каждый человек может вылечить сам себя? И мы знаем много случаев магического излечения, когда люди уходили уже из жизни, возвращались обратно совершенно здоровыми. Я об этом рассказывала в одной из своих передач и даже не в одной, по-моему. Но не все это могут сделать. Почему? Хотя это возможно. Потому что проблема у нас состоит в том, что только 5% нашего сознания это наша осознанность. То есть, наше сознание на психическое деятельность занимает всего 5%. А 95% занимает подсознание. И это то, чего мы совершенно не понимаем. Все говорят так, если бы было так легко исправить все только путем изменения сознания, то мы бы уже все ходили здоровые, богатые, счастливые, радостные. И в мире был бы мир и счастье, и радость, процветание. То есть, что же влияет на наше подсознание? В этой жизни на наше подсознание влияет, начинает формироваться прямо с раннего детства. То есть, начиная от рождения до 6 лет, человек, ребёночек, он накапливает, он накапливает, накапливает информацию. И это формирует его опыт, который уходит в подсознание. То есть, это опыт человека. То есть, все травмы, все наказания, все намеренные или ненамеренные слова формируют его опыт. Но это ещё не всё. Это ещё хуже. И ещё дальше. Почему же этот человек должен получить именно этот опыт? Почему же я, например, там не я, я имею в виду, почему какой-то человек должен был родиться, например, в семье алкоголиков, а какой-то в семье там убийц, а какой-то в богатой семье, и несмотря на богатый там, например, какой-то человек в разведённых, а кто-то там, кто-то должен был быть абьюз, изнасилован, да, там. Очень много-много ситуаций, где люди, почти нет людей, которые выросли в счастливой семье. То есть, они даже, придя в этот мир в богатой семье, не были счастливы. У них колоссальное количество комплексов, правильно? И почему? Ну, это комплексы, которые создают окружающие, либо родители, либо окружающее общество. Ну, почему психика одного человека реагирует на одно слово положительно, а психика другого этого ребёнка, да, или человека, на это же слово будет реагировать отрицательно? Почему, например, помните фильм «Mirror has to face» «Зеркало имеет две стороны», да? Когда Барбара Стрессина пришла к своей матери и говорит, «Мама, почему ты всю жизнь мне говорила, что я некрасивая? Почему ты так говорила?» То есть, и мать, не спав всю ночь, показывает ей фотографию утром, и она говорит, ой, у неё есть сестра красавица, да? И она берёт фотографию детскую ребёнка и говорит, да, ну, типа, мать говорит, я не спала всю ночь. Она берёт фотографию и говорит, да, моя сестра всегда была красивая. Она ей говорит, это не твоя сестра, это ты. Она говорит, я никогда не хотела, я никогда тебе не говорила, что ты некрасивая. Я тебе говорила, держи носик выше, одень это платьичко, в этом ты лучше, да? То есть, как наши мамы говорят. Ну, да. Там, типа, папа говорит, одень длиннее юбку, у тебя ноги кривые. Он же не думает о том, что про длиннее юбку человек не запомнит, а про ноги кривые будет помнить всю жизнь. И в этом возникло. Ну, это подсознание. А кому-то, сказав то же самое, не сработает. Или кому-то про держи носик выше, она даже не подумает, эта женщина, что она некрасивая. Держи носик выше, я, ты будешь как королева. Там, или одень это платье, и ты королева. Да, это зависит от того, как преподнести это, но это также зависит от того, какая была карма у этого человека из прошлых жизней. Какой опыт этот человек пришёл для того, чтобы получить, и какую эмоцию вот это слово должно зацепить в этом человеке. Вызвать, да. Вызвать, да, вызвать в этом человеке. Для чего? Для того, чтобы началась отработка именно этой кармы. А что такое отработка кармы? Отработка кармы, это значит, да, я получила эту негативную эмоцию в детстве, она у меня в подсознании. Что делает эта негативная эмоция? То есть, что нам говорят, не кричи, не плачь, ты мешаешь родителям. Дети этого не понимают. Им хочется плакать, они плачут. Им хочется бегать, они бегают. А в школах, в нашем, особенно, в Советском Союзе говорили, вы не можете сделать это, и не можете сделать то. Они не понимают, почему. И всё, что вот это вот нереализованные, неоткрытые эмоции, которые ребёнок не смог вывести наружу, они накапливаются у человека в подсознании и не только в подсознании. Они накапливаются также у нас в теле. Почему в теле? Очень интересный у нас есть такой орган, который называется щитовидная железа. И вот слово щитовидная железа, она ведь от слова щит, то есть вроде бы в щитовидной, и почему она часто болеет у многих людей? Потому что эти эмоции, которые проходят через щитовидную железу, щитовидная железа должна переработать эти эмоции и пропустить их ниже. И пропустив ниже, оно должно, оно накапливается в разных частях тела. Я объясню, почему. И вот, когда уже этих эмоций, когда человек не, их не прорабатывает, не отрабатывает, перерабатывает, не хилый, не, но не занимается оздоровлением этих эмоций, в определенном возрасте, все, она больше не может перерабатывать, просто уже некуда больше сувать. То есть, накопилось, все, накопилось в каждом органе, в каждом органе, и сейчас время, почему вот именно после сорока, да, сейчас время чистится от этого негатива, который вы накопили. Это после сорока было в нашей дженерейшн, а в следующем поколении это уже намного раньше. Потому что в молодых, в нашем возрасте, в наших, в нашем дженерейшн, это у нас как? Поколение. Поколение. Это, так мы должны были до сорока, сорока пяти лет заниматься именно пробиванием этой стены, разрешалось там эго использовать и так далее, а потом пришло время это все менять. То есть, теперь время подумать о душе. То есть, отсюда идет поговорка, время разбрасывать камни и время их собирать. Время собирать. Абсолютно. То есть, приходит время собирать камни. То есть, ну, сегодняшних я вижу точно. У одной моей дочки, которая в районе 30 и все ее окружение, вот, от 25 до 35, вот это их возраст, то есть, началось где-то в 25, а вот, я уже много раз об этом говорила, а мой сын, ему сейчас 17, и я вижу, что у них это все началось с 15. То есть, очень ускоряется, очень сильно. То есть, у них есть время делать эго, но они даже, если посмотреть на молодежь, они не хотят зарабатывать деньги, как мы. Им не нужны эти большие дома, этот гигантизм, который есть в Америке, правильно? А мы говорим, ты должен работать, ты должен загар... Они не хотят. Почему они не хотят? У них другие приоритеты. Так вот, вернемся к эмоциям. Итак, у нас эмоции прорабатывает щитовидная железа и распределяет по разным органам. Знаешь что, давай мы в этом месте остановимся. Хорошо. Сделаем рекламную паузу. Дадим возможность нашим радиослушателям переварить вот эту поступившую информацию и обязательно вернемся и продолжим. Продолжим. Оставайтесь с нами, будет интересно. Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся к передаче Нины Бастет. Не очевидное, но вероятное. Еще раз, номер телефона в студии 847-400-5200. Тема, которая была обозначена, это все то, что связано с эмоциями. Что это такое? Как с ними бороться? Нужно ли с ними бороться? И вообще, откуда они берутся? Итак, 847-400-5200. И мы продолжаем. Прошу. Итак, мы остановились на том, что все эмоции сначала идут через, проходят через щитовидную железу и когда она уже не может их больше переработать, уже некуда в организме их рассовывать по точкам, то начинаются проблемы и со щитовидной железной, и вообще. А что ж такое болезнь? Болезнь – это когда нету баланса, то есть мы говорим, если мы говорим в медицине обычной западной это лечение, мы лечим человека, то в духовных практиках и в нетрадиционной мы говорили исцеление. Что такое исцеление? Исцеление – это значит сделать человека целым, от слова целостность. А что же нас делает нецелостным? Во всех древних учениях, как Китае, Японии, мы все слышали точки о меридианах, о Наде, там очень много всего, да, мы знаем про акапунтуру, что это значит? Почему делается акапунтура? Для того, чтобы энергия шла спокойно и свободно по нашему телу, по всем энергетическим центрам и энергетическим линиям, как провода, да, как по проводам. А эмоция, которая не выраженная, не прожитая и которая должна вот кармические какие-то узлы проработать, что-то и происходит. Она блоком определенной частоты вибраций ложится на тот орган, который соответствует этой частоте. Поэтому я сейчас расскажу про психосоматику и психосоматика это уже известные вещи. Это даже уже доказывать не знаю, что 90 или 95 процентов болезней человека является работой психики. Психики имеется в виду эмоций. То есть люди не совсем понимают. И поэтому, как я еще раз сказала, для того, чтобы начать работать над собой, а для чего мы вообще начинаем работать над собой? Для того, чтобы быть счастливыми. А чтобы быть счастливыми и богатыми, мы должны быть здоровыми. И нет возможности стать богатым. Зачем оно нужно, это богатство, если человек нездоров? Зачем оно нужно? Счастье. Счастье не может быть без здоровья, правильно? Потому что, если человек нездоров, у него очень много проблем. Поэтому все равно нужно, мы приходим к эмоциям, как к здоровью. И, то есть, еще раз хочу повторить, почему определенные, как мы говорим, психосоматика, определенный вид эмоций вызывает определенные болезни. Потому что каждая эмоция обладает определенной вибрационной частотой в мегахерцах, в херцах и так далее, в герцах, и наши органы тоже имеют определенную частоту. Например, человеческое тело в целом имеет частоты, по-моему, где-то в районе 80 мегахерц в здоровом состоянии. В 40-45 мегахерц человек мертвый. То есть, каждое, вообще все существует в мире вибраций. Их можно измерить. Есть погрешность для того, кто это мерит, но тем не менее, по квантовой физике, но тем не менее, в принципе, приблизительно измерить можно. То есть, хорошие эмоции, хорошие слова, это те слова и эмоции, которые близки божественным уровням. И у них вибрации там зашкаливают, нет таких приборов, они 5000 плюс мегагерц. А вот негативные вибрации, они 5000 минус. То есть, плохие слова. И доказательств этому много, мы сегодня не об этом говорим. Итак, очень важно еще, что нужно понимать. Есть эмоции, а есть чувства. Правильно? И мы очень часто их не разделяем. То есть, чувства, это то, что действительно существует, а эмоции, это очень короткая вещь. Это наша реакция, это наша реакция на что-то, на какое-то событие, на какое-то действие, на какую-то мысль нашу, нашу мысль. и на какого-то, то есть, обычно это на нашем мысль действие, на подсознательном уровне. А вот чувства есть всего два. Есть два главных чувства, из которых вытекают абсолютно все эмоции. Это чувства, как ты думаешь? Позитивное и негативное? Ну да, это в общем, да, но а что это такое? Какие из них? Какое будет позитивное? Не знаю, счастье? Любовь. Всего лишь. Всего лишь любовь. А второе чувство, а с которого вытекают все наши другие действия, мысли и негативные эмоции, это страх. Но если мы ещё глубже пойдём и подумаем об этом ещё глубже, то существует только одно чувство. Это любовь. А страх это всего лишь недостаток любви. Makes sense. Ну понятно? Да, да. Почему? Что мы говорим? Что такое темнота? Темноты нет. Помнишь, мы уже говорили об этом один раз? Это отсутствие света. Что такое негатив? Это отсутствие позитива. Надо не забыть, что таких состояний не бывает. Ни у человека, нигде. То есть даже самый плохой человек, самый плохой, если он решит меняться, он может поменяться и стать хорошим. И всё, что он возьмёт хорошего, он не возьмёт из улицы, он даже не возьмёт это у высших сил. Он найдёт это в самом себе. Всё негативное и позитивное есть в нас самих. Ты знаешь, конечно, я согласен со всем, что ты говоришь сейчас, но у меня тогда вопрос немножко другой, потому что вот ты сейчас задала пару вопросов. Казалось бы, ответ простой, если его знать. Теперь вопрос, как прийти человеку, который этим не занимается, вот ты говоришь, человек должен проработать сам, или человек должен работать сам над собой. ему нужно естественно обратиться к кому-то, кто может ему дать дорогу. То есть иногда людям просто надо понимать о том, что вам всегда дают знаки. То есть если ты уже понял, что тебе нужно с этим работать, значит уже всё не очень хорошо. Правильно? Очень редко бывает, когда всё хорошо и человек просто, ну значит наэроссветой родился или просто очень просветлённый человек родился. Но в принципе сначала будет всё плохо. Для чего нам делают плохо по-нашему, по-человечески? для того, чтобы мы проснулись и поняли, а как же сделать хорошо? А нужно ли довести это до такого плохо? Конечно не нужно. Тогда вот... Ну что значит, ну как бы, ну смотри, вот человек богатеет, 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 и это, вот когда человек богатый, например, это его испытание. Это как бы есть испытание хорошим, есть испытание плохим. Это его урок, Есть изначальное понятие и есть понятие привитое или развитое. Изначальное понятие, это где человек понимает, что для того, чтобы всё было вот так, так и так, и так, над этим нужно работать. и чем ты начнёшь раньше и правильно, тем тебе будет легче по ходу дела. Второе понятие, это приобретённое, это вот, как ты сказала, человек упёрся в какую-то ситуацию, вот теперь он понял, ага, лажа, надо что-то делать. Так вот, может быть, лучше не доводить до этого состояния. сколько людей ты знаешь, которые могут это не довести. А вот для этого для чего нам закрывают память, смотри, человек рождается, у него есть определённые задачи и уроки, которые он должен пройти. А в еврейской религии существует такое, знаешь, когда всё говорят, я бы уже говорила об этом, всё прямо у тебя под носом. Да. It's all under your nose. А что это значит? Мне просто дочка рассказала, я вообще обалдела, что до того, как ребёнок выходит из чрева матери, ангел, ему под носом делает такой раз щелчок для того, чтобы он всё забыл. Ведь если мы всё будем помнить, нам не будет интересно жить. То есть обнулил? Обнулился, да. В высших сферах, вот там, где боги живут, да, почему они хотят, кроме того, что мы проходим уроки, они не могут испытать именно те эмоции, которые мы можем испытать. Потому что нам так говорить, да, мы так думаем, то есть в принципе те, кто этим занимается. то есть там нету страха, там только любовь, там всё хорошо. Понимаешь, но ведь этот, вот это роллокостер американский, то есть американские горки, они для чего-то существуют? Правильно? Вот я понимаю, да, это факт, что они существуют. А вопрос, вот для чего они существуют и почему, почему нельзя, почему обязательно нужно сесть на вот этот роллокостер? Почему нельзя сделать так, чтобы изначально, зная о том, что ты всё равно... Так мы же не знаем. Вот. Для этого существует кто? Существуют учителя, существует... Сегодня, сегодня на все временном мире очень много людей, которые целители, учителя, которые приходят в этот мир, им или открылось уже это, или они уже пришли даже в этот мир. Расскажу про... Очень интересно, я сама этим занимаюсь, я действительно помогаю людям найти именно эту дорогу. То есть они приходят, я даю практики определённые, я даю книжки определённые, я рассказываю, даю лекции определённые. И на самом деле, что я за ним... Раз я уже на это пошла, вопрос, то я вам расскажу, что я много раз говорила, что мой самый главный... Я специализируюсь именно про проработку эмоций. То есть я помогаю людям найти... Именно вот проработать те эмоции, которые нужно. И я не только это делаю сама, я посылаю к определённым другим целителям, к другим практикам какие-то, то есть в начальном... Или мы едем, например, на Айуаску, или делаем там камбо, или просто какие-то практики дыхания или ароматерапия. То есть очень-очень много практик, которые могут привести человека к этому. Но сначала он должен всё равно понять, что это нужно. И, к сожалению, он не может это понять очень часто, просто находясь в счастье. Поэтому... Потому что... Ну как можно понять, что... А может ли человек понять это, находясь в несчастье? В несчастье, да. Потому что... Когда попадают люди к целителям, когда уже петух клюнул... Ну да, когда уже плохо. И уже больше всего врачи не помогают. То есть другие... Ведь люди ведь и в несчастье не приходят к этому. Не забывайте на это. Тогда они даже в несчастье всё равно идут к врачам, надеются и принимают антидепрессанты. А что такое делают антидепрессанты? Они просто блокируют твоё сознание. Всё. Бракируют твою боль. Вот тогда у меня действительно вот этот вопрос... Ну я считаю, это очень важный вопрос. Вот как тогда человеку... Ну просто ещё, который понял, что у него проблемы или который понял, что... Да, вот сейчас... Точка. Почему этот человек должен обратиться к так называемым лайф-коуч? Да? Ну вот как ты, например, да? Вот ты считаешься лайф-коуч. То есть ты показываешь людям, как прорабатывать их ситуации, эмоции и так далее. Да? Почему он должен обратиться к лайф-коуч, например, а не к психологу или к психиатру? Вот в чём разница? Ну, во-первых, психолог и психи... Ну, психиатр мы знаем. Таблеточками лечить, да? Да, это уже... Да, это диагноз. Там поставим диагноз. Это вот... Психолог, он с тобой будет разговаривать, да? И многие из них действительно могут уже что-то делать. Почему? Потому что, если это психолог не старой школы, и он действительно развивается сам, и прошёл это сам, то он может помочь человеку. Потому что психологи тоже, они, когда, знаешь, есть такое понятие, он сам псих. Ну, да. Ему интересно работать с этими людьми только потому, что у него свои ещё есть проблемы. Он через людей прорабатывает. Да, и я лайф-коуч тоже самое. То есть я, в принципе, просто типа психолога, только не лайсенс, да? А психолог работает только с прошлым, а лайф-коуч заставляет человека самого работать над собой. Это мало сказать человеку, «Ммм, тебя, наверное, папа сказал там, что ты там, я не знаю, там, не способен ни на что, и поэтому у тебя это...» Твой папа был неправ, поэтому... Да, твой папа был неправ, поэтому у тебя сложился комплекс, комплекс у тебя сложился. То есть это возьмёт 10 лет, чтобы понять этот комплекс, потому что он сейчас должен докопаться, он будет постоянно ходить. Лайф-коучи, они чем отличаются от психологов? Они заставляют человека самого... Да, они помогают ему тоже найти проблему разными способами, но потом они ещё и контролируют. Они дают задания домашние, то есть вот я даю домашние задания человеку, он идёт домой, он делает определённые практики, которые помогают ему докопаться ещё глубже. Эти практики помогают человеку прожить эти эмоции, но прожить их не живьём, понимаешь? Зачем живьём пойти и накричать на кого-то там? Никто не говорит, что они не будут никогда кричать. То есть даже я иногда срываюсь, срываюсь, главное, как быстро ты заметил. Если ты в течение нескольких секунд сразу раз остановился, сказал, наверное, может быть, можно было по-другому на это отреагировать, то это хорошо. Это называется осознанность. То есть лайф-коучи, которые занимаются... Чем бы то ни было, если бы это был лайф-коуч, который там по диетам, то он тебя заставляет следовать определённым диетам. А по эмоциям это да, мы обсуждаем. То есть одного желания человека сделать лучше, не хватает. Это нужно иметь желание, и это ещё нужно иметь... Хват... Кто-то, кто будет тебя контролировать, в смысле ответственность, да, за свои действия. То есть кто же тебе скажет, окей, ты сделал сегодня зарядку? Или нет? Почему люди нанимают персональных тренеров? Потому что не потому, что они не могут делать сами зарядку, а потому что они должны прийти, и кто-то их должен проконтролировать. Мотивировать, да. Кто-то должен мотивировать. Мотивировать. Поэтому именно это... То есть человек может сам заниматься этими вещами. Почему, например, есть люди, помнишь, я рассказывала, что есть три ступени, как идти к просветлению, то есть к счастью. Это первое, это изучать вопрос. То есть читаешь книги, где-то на ютюбе посмотрел, где-то прочитал. Потом ты это анализируешь своим, своим мозгом, да, то есть используешь силу своего мозга, анализируешь. Второе, это ты говоришь себе, вот это мне нравится. Притом на каждом пути роста ты будешь... Что-то тебе будет нравиться, но ты можешь вернуться к этой же книжке, которая тебе не понравилась потом, просто потому что ты гибрируешь на разных вибрациях с этим человеком. Ты наконец-то дошел до уровня поднятия этой книжки. До уровня, или да, вот на сегодняшний момент тебе нужна именно эта книжка. У меня книги Паула Куэлья пролежали восемь лет, и когда мне люди говорили, я знаю, что они тоже их просто так учитали, потому что модно было. И когда мне говорили, я думаю, что они читают, вообще непонятно. И вот в один прекрасный год я прочитала абсолютно все книги Паула Куэлья, и каждый раз, когда я задавалась вопросом каким-то, последний раз мне было вообще смешно, потому что мне во сне пришла, это у тебя там книжка Паула Куэлья. Я говорю, да нет, я уже все прочитала. Они говорят, нет, есть еще одна. То есть мне ответ давали именно так. И поэтому это первая ступень. Это первая ступень. Прочел, послушал, послушал тренера, послушал учителя, пошел на лекцию, и подумал, этот учитель мне сегодня не нужен, он, ну или вообще мне не нравится, что говорит, или этот человек, он занимается черной магией, я не хочу туда идти, и так далее. Второе, это, и самое главное, третье, это то, где застревают люди. Это прожить эту ситуацию. Вот я прожила эти ситуации, все, чего я даю людям. Именно поэтому очень часто люди, которые прожили эту ситуацию, говорят на своих примерах. То есть они рассказывают примеры из своей жизни, как они проработали ту или иную вещь. Но давайте все-таки вернемся к эмоциям, потому что я сейчас расскажу очень интересные вещи. Но мы все-таки, то есть мы говорили, есть два чувства, которые в принципе все равно являются одним чувством. Это любовь. Страх это, что такое, что же такое любовь? И еще, как можно определить слово любовь, которая руководит миром? Мы не говорим про физическую любовь сейчас. Я вот лично считаю, что любовь, это полное доверие к высшим силам, к Богу. Назовем это Богом, да? Богу, богини. То есть по-английски это называется surrender. То есть когда ты полностью surrender, это что значит? Это значит, что я знаю, что меня всегда будет обеспечено, что мир, что вселенная, она полна богатств. И я не должна работать так тяжело или для того, чтобы получить эти богатства. Я должна полностью ей довериться, быть в определенных вибрациях. Ну, surrender вообще, это в переводе слово означает сдаться, сдать саму себя. Сдать на милость победителю, да? Но здесь, понимаешь, вот это вот неправильное использование слов surrender, ты не на милость победить. Знаешь, вот когда эти фразы, которые у нас вбиты в мозгах, да? Сдаться на милость победителю. Мы не сдаёмся на милость победителю. Мы отдаём себя. Мы полностью отдаём себя высшим силам. Да. Это говорится везде, во всех, во всех религиях, во всех учениях. И даже вот такой есть как бы Зиланд, да, там он говорит, возьмите мир за ручку и пусть он вас проведёт. Да, то есть просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Тяжело ли это сделать? Очень тяжело. Десять лет работы над собой, периодически такие взрывы, что надоело, бывает, поверьте мне. Но тем не менее, я тут же возвращаюсь и говорю, подождите, подождите, я знаю, я знаю по опыту, я ещё никогда не жила на улице, и мне всегда было, что кушать, и мне всегда было, где жить, и мои дети всегда обеспечены. Несмотря на то, что если спросить, откуда идут деньги, было такое время, я могла сказать, не знаю. То есть даже мои родители не верили. Они говорили, да откуда ты берёшь деньги на жизнь? Я говорила, я не знаю, мам. Я не знаю, они всё время приходят. Притом приходят до такой степени, что когда нужно, вот если там идёт трансформация, просто друзья приносят. Даже в смысле займы то же самое. То есть всё время деньги всегда есть для того, чтобы тебе жить, делать то, что надо. И вот это все принятия, полное доверие миру, доверие Богу. А ведь Бог это мы сами, то есть доверие саму себе. Но это естественно возможно только в определённом случае, когда какие-то эмоции, самый страшный этот страх, проработан. А я вот просто для того, как закончить, потому что уже очень скоро заканчиваем, хочу рассказать о таких, о какие эмоции всё-таки вызывают какие болезни, немножко. Может быть, мы вернёмся к этой передаче и дальше продолжим. Так вот, например, гнев и злость. Я думаю, что все люди знают о том, ну не все, но многие, о том, что, например, злость – это болезнь печени. То есть и сердце тоже. То есть гнев и злость вызывают болезни сердца, печени. Уже есть результаты, результаты уже этих экспериментов, которые говорят, что риск инфаркта в 8,5 раз больше у людей через 2-2,5 года после вспышки гнева. Вот какая-то очень сильная вспышка гнева. Через 2-2,5 года вероятность инфаркта в 8,5 раз больше, чем у обычного человека, которого не было. А я думаю, что проблема в том, что не в 8,5 раз больше, а в 108,5 раз больше. Просто те, кого не исследовали, они не знали, что у них была вспышка гнева. Они просто его не заметили. Беспокойство – это желудок и селезёнка. Ослабленный иммунитет – это бессонница. Печаль и горе застревают у нас в лёгких. То есть что значит? Мы когда печалимся, нам не поступает в лёгкие достаточно кислорода, и просто мы не можем дышать. Если грустно, поэтому люди должны не сдерживать слёзы. Вообще, когда и ходят слёзы, выходят из организма, это очень хорошо. И это не нужно думать, что слёзы – это не признак слабости. Слёзы – это признак того, что у человека выходит эмоция. Как сработать с эмоциями, мы, наверное, перейдём уже на следующую передачу, но я расскажу очень про интересную такую эмоцию, которая относится, или чувство даже. жадность и скупость. Жадность и скупость – это, естественно, идёт от страха. Почему от страха? Потому что это страх, что я не получу этого больше. Да, то есть что мне не хватит. Вот тебе хватит, а мне не хватит. Но это очень такая же эмоция, это очень сильная зависимость, как одержимость, такая же, как алкогольная, наркотическая, табачная, игромания. Жадность – это желание не отдать, завладеть любой ценой желанием. Так вот, жадность связана с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно толстого кишечника. Есть 20 слов. Ну, давайте возьмём, у нас нет уже времени. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Я не получу этого больше. Говорите, пожалуйста. Вот тебе хватит, а мне не хватит. Да, приглушите ваше радио, пожалуйста. Такая же эмоция, это очень сильная. Итак, а вот, ладно, закончим на страхе. Так вот, страх, слово страх, есть 20 синонимов. 20. Это алчность, жмот, жлоб, крохобор, сквалыга, скрадезность, каростность, скупидонство, скупердяйство, стяжательство, скряга, прожорливость, прижимистость, расчётливость, ненасытность, хищность, скупость, да? Интересно. Вау. Что ж такое страх? Ну, мы уже молчим про пословицы и поговорки. Ну да. В смысле, что такое жадность, да? А вот, почему я заканчиваю на жадности, к сожалению, я хочу закончить всё-таки на любви, но у нас из-за того, что мы не верим, мы, вот, я знаю, что люди приходят к разным целителям, и, да, куда угодно приходят и начинают наши люди из Советского Союза, наверное, из-за того, что у нас действительно много чего не было. И вот это то, что у нас не было, люди привыкли быть жадными, скупыми, расчётливыми, и каждый раз они приходят, у меня такого не было, но я знаю, что ходят к другим и так далее. А почему это так дорого стоит? А почему это столько? А почему я должен ей заплатить? А что она для меня сделала? Там идут гадалкам и не дают деньги. То есть это очень нехорошее чувство, которое на самом деле связано с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно толстого кишечника. Мы поговорим о том, как работать с эмоциями на следующей передаче, а сегодня я хочу просто вам порекомендовать, пожалуйста, оставайтесь в любви, и просто каждую эмоцию, которая у вас возникает, возьмите и подумайте, откуда она пришла. Это страх или это любовь? И тогда вы просто, когда вы осознаете, а что же это за страх такой у меня? Чего я боюсь-то? Боюсь я смерти, боюсь ли я бедности, боюсь ли я быть одним? И попробуйте перевести это в любовь и сказать, что эта мысль не моя, я её сжигаю. Может быть, ты дашь номер телефона на всякий случай. А если вам нужна моя помощь или рекомендации кого-то, мой телефон 224-688-0155. 224-688-0155. Меня зовут Нина. До свидания. Будет вам счастье. Спасибо огромное, Ниночка. Будем надеяться, что люди вас услышали. Субтитры создавал DimaTorzok